Салем семей 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 На завтра 17-18 градусов, так что, друзья, снимайте весеннее уже, в летнем пора ходить. Бұл кезде адамдардың шарты шапшалды оу байқалады. Деген бұл жамбар астролог мамандардан жалпы жарақат алып қалудан да сақтану керек дейді олар. Денені шынықтырып, ден салықтының ғайтатын шаралар жасаған әлде ғайда тиімді. Сондықтан осы кенестерді де ұстана жүрініздер. Біздің тарапымыздан астролог мамандардың тарапынан осындай пайдалы кенест. Біз бағдарламамызды жалға астрайық. Бүгін бесінші сауыр, күн бейсембі. Айтулы оқиғаларды збегімен таңыз болайқы индейші. 1818 год в Парижі барон Карл де Дрес продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения – прообраз велосипеда. 1896 год в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский прыгун-тройным Джеймс Конноле. В 1956 году родился Александр Александрович Бушков, российский писатель, работает в жанре астросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на историческую тематику. 1944 жылы еркін күрестен халғаралық дарежедегі спорт шебері Қазақстанның имбексингерген жаттықтырушысы Аманжол Бұғыбаев дүниеге келді. Год 1971. Роллингстоунс образовали собственную фирму грамзаписи «Роллингстоун Рекордс». Знаменитым стал торговый знак фирмы «Высунуты язык», который вы сейчас видели. 2016 жылы Алматыда халққа харманы, кысыру халғарцы Роза Бағланованың шармашылығына арналған «Ақ Самара Калашығатты» директі фильм сырылды. Ал 2013 жылы Астанағаласының ұлтты ғылымик тапханасында ұлтжауқарларатты көрмей ашылады. Такими событиями запомнился день сегодняшний в истории. Ну а я сразу же скажу о том, что с 26 марта, а может быть напомню кому-то, в рамках нашей утренней программы «Салем Семей» был объявлен конкурс с юбилеем Астана. Конкурс, естественно, посвящен 20-летию нашей столицы, и в нем могут принять участие все желающие в возрасте от того момента, когда вы можете держать в руках кисть, карандаш или ручку, до 20 лет. Итак, школьники и студенты. Заявки принимаются по телефону 53 16 03 53 15 64. Особенностью конкурса является то, что конкурсанты и конкурсантки пишут свои картины у нас в студии в прямом эфире нашей программы. То есть в течение часа или двух они безотрывно работают, а мы наблюдаем за ними, мешаем иногда, иногда помогаем, может быть, в чем-то, и наблюдаем за творческим процессом. Стандартный формат А3, они участвуют вот в конкурсе. Естественно, все рисунки будут выложены на нашем сайте, и победителя будете определять вы, дорогие друзья, методом голосования. То есть вы зайдете на наш сайт www.semeetv.kz, и там увидите все эти работы, и наиболее понравившуюся вы можете отметить. Спонсор конкурса ТО «Евразия Агрохолдинг». Отдельная благодарность генеральному директору Сайлау Кумаровичу Мукашеву. Салем семей бағдарламасында Мерей Тойнмен Астана байқауы жареаланған болатын. 26-шын ауырыздан бастау алған байқауымыз. Жақсы, қақынды түрде, қызу, біздің студиямызда текел еферде өтіп жатыр, екапта көлемінде. Он, я так паймам, уже подходит концу наш конкурс. Да, өз соңына жақындап қалды, ерден соңғы мүткерлеріміз бен таңыз боласыздар. Содан кел, мүткерлерге дауыс беру басталады. Я представил, как, допустим, седя в студии рисует. Да, по главным призам являйтся планшет. И началось рисование более активное. Бұл енді біздің мүткерлерімізге қарқынды түрде, дауыс беруге сіздерді үнталандыратын шығар. Икені тамаша сылық. Мұсы сылықа қол жеткісінде еген десеңіздер, сіздің сүйікті сүретіңізге мүткеріңізге дауыс беру да умытпанғыздар. Достойный приз, я считаю, достойный приз, планшет для наших конкурсантов, тех, кто хочет принять участие. Конкурс завершается завтра, то есть завтра два последних участника будут у нас в студии. Ну а мы передаем слово нашему специальному корреспонденту, историку, живописе, студийной живописе. Өзі әрі сылу, әрі шармашылықа жақын әрптесіміз, қарылғаш әрптесімізге сөз кезегін берек, біздің кезегті қатысушыларымызмен танстыру үшін. Рахмет әрптестер, қайрылытан. Армыз сіздер хүрметті көрермендер. Бүгін сәлемсемей бағдарламасының мерит ойымен астанатты сөрет байқауы өз жалғасын табуды. Бүгінгі жас сөретшілеріңіз бен сіздерді таңыстыры бөтейін. Бірінші қатысушымыз Ильяна Байылдинова, 10 жасты, жәнеде Адина Қадырғалиева, 12 жасты. Қазір қыздарымыздың көмілкелері қалай екен өзерінен сұрап білейік. Қыздар, көмілкелерің қалай? Қыздар, керемет, бір әз қобал жылдап тұрмыз. Жақсы, ал не салмақ ойларың бар? Менің өзі астананың мерамына қарсы бәйттерек салай салға бұлатын жар демілейм. Бәйттерек. Дағы бәйттерек, еқарлаш. Ильяна, көмілкелерің қалай? Харшыл. Не салмақшысын? Что ты будешь рисовать сегодня? Ну, я еще не определилась, но, скорее всего, все достопримечательности астаны. У меня вопрос. Лиана, кто тебя назвал таким замечательным, красивым именем? Папа и мама. Папа и мама? Ну, не мудрено, да? А ты знаешь, что оно обозначает? Есть ли у него какое-то значение в этой войне? Ну, на древнегреческом это обозначает солнце. Ну, если смотреть на казахском языке, то это «Мать народа». Мать народа. Солнце мне нравится больше. Удача вам в конкурсе. Можете начинать работать. Мы периодически будем обращаться, следить за процессом, ну и давать полезные советы. Друзья, мы сегодня решили поговорить на вкусную. И она звучит именно так. Традиции вкуса. Мы сегодня будем говорить о полезной и не очень еде, о разнообразном питании, о разнообразных кухнях мира, о том, как это способствует организму или наоборот, чего лучше избежать, а что лучше применять и использовать, и питаться, чем каждый день. Ну и, конечно же, о секретах каких-то поговорим сегодня в течение двух часов. Ну, а пока наша традиционная рубрика. Лара Левни, Бергена Лик. Доброе утро! С вами рубрика «Детский мир». И сегодня в студии я, Тимири Снержан. Принято считать, что братья и сестры обязательно должны любить друг друга, что один всегда может положиться на другого. Однако в реальной соотношении могут развиваться иначе. Поговорим сегодня о том, что делать, если родные братья и сестры часто ссорятся и даже дерутся. Многие проблемы в отношениях братьев и сестер возникают из-за того, что взрослые нарушают принципы съеблинговых взаимоотношений. Родители должны проявлять уважение к статусу старшего ребенка. Нельзя смеживать старшего с младшим в одну кучу. Старший совершенно не обязан менячить младшего. Разумеется, он может иногда помогать родителям с малышом, если те его об этом попросят. И за эту помощь родители должны быть благодарны, а не воспринимать ее как должное. Если дошкольник мешает школьнику делать уроки, то старший не должен отвоевывать для себя рабочее пространство. Это ответственность родителей вывести малыша из комнаты и обеспечить старшему возможность спокойно заниматься. Если дети в семье часто ссорятся, родители должны присмотреться к своим отношениям. Потому что, когда в семейной системе между родителями много напряжения, она спускается к детям. Конфликты между детьми в семье неизбежны. Дети не могут бесконечно любить друг друга. Однако должна существовать строгая и понятная всем система. В каких случаях вы, родители, вмешиваетесь, за что наказываете, а что считаете хотя нежелательным. Но допустимым мелкие стычки, подтасовки и покриквения друг на друга. Но на какие-то действия должен быть введен однозначный запрет. Например, если старший брат вламывает руку младшему и зевается над ним, родителям нельзя этого допускать. Можно сказать в этом случае. Нам очень неприятно, что ты так делаешь. Точно так же и следует остановить и младшего. Если полторагодовалый малыш лезет старшему брату пальцами в глаза, а родители говорят со смехом, ничего, потерпишь, он же маленький. Это совершенно неправильно. Он не обязан терпеть, потому что в противном случае у него может развиваться агрессия. А это опасно. Когда родители рядом не окажутся, старший возьмет и ударит маленького. Младшему тоже вовремя нужно говорить, что старшего донимать нельзя. Точно так же, как вы стремитесь подружить нас со сверстниками. Нужно из собственных детей дружить, лепить потихоньку отношения. Например, организовывать общее дело, которое обоим интересно. Научиться говорить о младшем ребенке так, чтобы не вызывать устаршую ревность или неприязнь. И наоборот, все соревнования братьев и сестер за успешность – это в конечном счете. Соревнования за любовь родителей – вот этих-то соревнований как раз в семье и не нужно. Частота сор напрямую зависит от количества квадратных метров. Если жизненного пространства хватает, конфликтов будет гораздо меньше. Если же площади явно недостаточно, то необходимо стремиться к тому, чтобы у каждого была неприкосновенная личная зона. Пусть и даже совсем небольшая по размеру, хотя бы книжная полка. Но чтобы никто другой ей не пользовался, нужно, чтобы у каждого из детей были личные вещи, которые можно взять только с его разрешения. Необходимо позволять детям отдыхать друг от друга. Не нужно постоянно водить их вместе в гости на одни и те же секции и кружки. Пусть у каждого будет что-то свое, личное, особенное. Очень важно хвалить детей, когда они увлеченно вместе играют, потому что обычно родители начинают реагировать, когда дети подсапались. Сложнее дело обстоит с братьями и сестрами, у которых возрастная разница лет 10. В этом случае ревность старшего проявляется особенно остро. Ребенок привык к тому, что он единственный и новый член семьи воспринимается им как конкурент. При этом интересы детей практически не пересекаются. Нет повода для дружеского общения. Тогда родителям надо придумывать для них какие-то роли, организовывать общее дело и, главное, уделять старшим как можно больше личного внимания. Психологи, сталкиваясь с подобными ситуациями, объясняют все тем, что хотя генетическая связь между братьями и сестрами существует, они могут быть совершенно разными людьми, которые совершенно по-разному переживают то, что представляется общей жизнью, воспринимая ее по-своему. Однако не следует забывать, что какими бы разными людьми вы с братом или сестрой не были, ближе друг к другу у вас никого не было и не будет. Разве что собственные дети. Живите мирно и дружно. С вами была рубрика «Детский мир» и я, Танири Смиржан. До скорой встречи! Друзья, мы сегодня, как и обещал, будем говорить о вкусной и нездоровой или здоровой пище. И разобраться в том, как правильно питаться, как можно больше получить витаминов в осенний-весенний период, в периоды витаминоза, помогут нам врачи Центра проблем формирования здорового образа жизни Алина Султановна Абдраимова и Бауржан Жамартович Мукашев. Доброе утро! Отличное настроение! Вы когда вошли в халатах, я просто анимею. У меня сразу ассоциация со стоматологами и я боюсь просто дико. Мы добрые врачи. Это хорошо. Расскажите об акции, которая сейчас проводится Центром ЗОЖ. Я так понимаю, что она традиционная, да? Эта акция регулярно проводится. Вообще сейчас в городе проходит декадник у нас со 2 по 11 апреля. Именно посвящено правильному питанию. Также будет организован флешмоб в Центральном парке. Вот в ближайшие дни, 6 апреля. Следите за парком. Следите за парком обязательно. Следите за нашими обновлениями. В социальных сетях там все у нас указано, показано. И также 10 апреля будет проходить широкомасштабная акция в торговом центре Акшин. Также там будут присутствовать наши специалисты, которые всем желающим подробно могут рассказать, как правильно питаться, как правильно выбрать продукты, не ошибиться в магазинах. У нас сейчас наши магазины заполонены продуктами привозными. Фрукты, овощи, если в советское время, например, мандарины, только к Новому году можно было достать, а, например, там свежих огурцов и помидоров, сейчас они есть везде. Круглый год. Но чем-то они отличаются же от тех, которые летом выращены на собственном огороде. Не являются ли они опасным продуктом? Вот, например, Дат Мусачев, Индиев, у нас был в гостях, он прям говорил, чистите даже шкурку с огурца, потому что она крайне вредная, и мало того, что мойте сфер и все, еще и стищайте шкуру. Обязательно, обязательно. Любые овощи и фрукты, даже не привозные, если брать даже домашние, которые хранятся у нас в погребах, в наших заготовках, они отличаются от свежих, только что выращенных, только что вырванных с грядки. Даже уже ближе к декабрю, например, в картофеле, уже наполовину уменьшается количество витаминов. А я слушал, вот модно сейчас, я не знаю, может, не следишь, может быть, ну, наверняка следишь, в Америке, в Европе сейчас картофель стараются со шкуркой есть, то есть его запекают месяц, потому что ученые обнаружили, что в кожуре картофеля больше витаминов, чем в самом картофеле. И когда вот я видел, делали картофель айдаха, да, или агайо там, то есть его режут, его промывают щеткой, режут прямо со шкуркой. Наш картофель можно ли так употреблять, или лучше поостеришься? Ну, вот картофель в мундире мы обычно готовим. Мы потом этот мундир очищаем. Но иногда запекают с кожурой вот свежий картофель, у которого тоненькая-тоненькая кашина. Как раз таки вот и свежий картофель, и его кожурка, она считается полезной. А вот то, что лежит в погребе два года, уже нет, да? То, что лежит в погребе два года, да, уже желательно не употреблять в пищу, конечно. Ну, да, 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 да. Так, когда в казахстане дирек уходом, бельмем на кельсистер межопа, мы там галдым, енг алдымен, там Ахшкенде, суюка остается имес, кую астышу директ, депжазлап тур, галам тур, да, сайтан уходом, жаханда, сондах парад, алдымен кую тагам, суда, бельмем на кельсистер межопа, а вот мы обычно едим первое, ну, жидкий суп, а потом второе, да. А там написано, что нужно сперва седать густую пищу, а потом жидкую. Вообще сперва салаты, да? Так, а ты там балды, мне да, уіздерин сқалай тамақтанастыр, алдымен содан бастайши? Жалпы салаты, салтын калптасыру ортағының мауман дергелері болғандықтан, біз қоғанға, алдымен келексі? Жене де, бізде, өзіміздің күндеріпті 4-5 вақтық тамақтануы жидің сақтава тағғы қарсаңыз, біз үлгі болуы керек. Ну, это көне мелкими порциями, да? Азал, да? Әрине, таңғасымыз, 1 күндік астың 4-1 бүлгін күрек. Яғни 25-поызнын күрек. Ол алғашында тамақтану кезінде, В этом случае, когда человек в организме начинается, он начинается сухой травмой, и он начинается сухой травмой, и он начинается сухой травмой. Таким образом, если у вас есть 5%? Например, у вас есть 5%? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. желательно так вы сами как питаетесь расскажите для меня это святое например перед рабочим днем я лучше проснусь пораньше но позавтракаю побольше побольше да потому что до обеда сил должно быть много это вот следуя древней китайской традиции до завтрак съешь сам уже обедом поделись другом а ужин отдай врагу я не жисти в тангазском что у нас Салат вы сейчас говорите про листья салата или про какой-то салат. Это сладкий из овощей, наверное, да? Салат, да, кокуинсы унынгер болгандықтан кокуинсы унынгерінде бәрімізгі бергілі витаминдер өте көп. А витамины, Б, Ц, Д витаминдер өте көп болгандықтан кокуинсы унынгерін әрине қолдану керек. Бірақ жанагыдай салат жатса талалдымда жанагы майонезды артық көп көп қоспау көп қатысып керек. Некоторые майонезы отдельно еден. Мүлдем, әрине, бір-бір сарапынан майонезды мүлдем қолдану баңыздар деп үшін 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 берем. Бірақ енді салат болғандықтан әрине ол адамдар өте көп. Бұл үшін 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 беремен үшін беремен өте көп көп ексесар. к тому вопросу, который я вот готовил. Есть такое понятие, как национальная кухня. То есть, вот, например, у корейцев все острое. То есть, они питаются нормально и живут там 90, дай бог, больше лет. Ну, кто-то, кто-то нет, конечно. Морепродукты. У японцев все практически с фосфором, да, это морепродукты. Они практически не употребляют там говядину и рис. Допустим, мексиканцы у них тоже дико острые и бобовые. Фасоль, соя, да. У русских много очень жирной, жирной пищи, но она, опять же, перемежается с хлебобулочными. У казахов очень жирная пища и очень животного происхождения, так скажем. Про евреев вообще не говорю, потому что никто не знает, что они едят и как они едят. Кроме мацы я ничего ни одного еврейского блюда не пробовал. Мне бы очень хотелось узнать, какие блюда есть. Но если вот смотрят у нас друзья, которые знакомы с еврейской кухней, мне бы хотелось узнать какие-то блюда. Я понимаю, что там тоже рыбного много очень национально исконного, потому что народ там 6 тысяч лет живет и мало кто знает, и я ни одного ресторана этой кухни не видел. Американская кухня, фастфуд, пицца, да, там хот-доги, бургеры и что-то еще. Они это едят, и им нормально. Если я перейду сейчас на корейскую кухню, я боюсь, что я желудок посажу за недельку. Или на индийскую, да, обилие приправ, обилие душистых вот этих вот. Или на казахскую. Я как-то ездил в командировку неделю, ел мясо, я чуть не умер. Вот честно, у меня гастрит был. Потому что я не привык к такому количеству мяса. Меня, естественно, нас встречали, о, телевидение, давайте, бараны там, пуканину, хозы, карта, все. Я говорю, уже на второй день, на зритель, дайте мне капусты, пожалуйста. Я хочу овощи, я не могу есть мясо. Ребята ели, ты что мясо ешь, давай, ты же мясо. Вот, то есть организм не приспособлен. Есть ли такое понятие, как локальная какая-то вот диета, которая, например, вот для, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вы сами уже ответили на свой вопрос частично, да, сказав, что вы не привыкшие, вы не адаптированы к такой кухне, да. Какой-то, если брать какой-то определенный народ, да, какую-то определенную нацию, их национальную кухню, то они уже с детства привыкшие к такому. Их организм уже приспособлен. Но в любой кухне... Есть вредные и полезные. Есть вредные, есть полезные, да, обязательно, в любой кухне. А ну вот хочется же иногда чего-либо. Обязательно. Можно, да? Хочется. Очень редко, но можно, конечно, если очень сильно хочется. Нам повезло, мы живем в Казахстане, да, и наши блюда так переплелись, что мы с утра можем съесть, допустим, гренки, да, украинские, потом в обед борща поесть, а вечером бюшпармакс съесть. Это нормально вполне. Да, арасында да. Енді, менің отпасым пайдалы салаты, тамақтаны дұстанат, түнемы салаты, кукунстер, аптасына бірекрет балық тағамдары. Прямо у тебя, я смотрю. Да, да, менің енем. Правильный питания. Анам, енді, осындай, ережелерді, қағидаларды салатын, бізің отпасымызда солай. Енді, майлы, немі майсыз, тұзсыз, сонды тағамдар дайындаюз. Эрин олдар. И енді, сонды тағамдарға, енді, ешкандай, қиындық тұрзу байты, жегенде де дәмсіз деген ой, қалыптаспайыз бізде. Керсінші басқа жерге барып тұзды аз чесек, бізге ұдай ашты болып көріп тұрақ. Енді, деседе, қазіргі кезде көкөністер қысы жазы болады, немі деп айтамыз, бірақ сол броколи, сол өтірлі түсті, ұрамжа пырақ, мысалы. Оның барлығы енді әкелінген дүниелер, жылы жайларда аз өсірілет. Паладар, мысал, қалаларынан, өз кемен қалаларынан бізге әкелінеді. Сол қиярлар, сол ұқызанақтар. Бізде де көбінде Ташкент, Қытай, енді көкөністер. Соларды қалай ажыратуға болады. Және оларды енді, Өбінде мамандар суағы желкенді де, жат сағат тұзды суа салп қойу өрек, оның зиянды заттар ұшырады деген, кенестер айтып жатады. Құрсабын мен тіпті жұғы өрек деп айтып жатады. Қабығын ашып тастаймыз енді. Біз солай қолданам, сол дұрыс пағын. Дұрыс ұрағыңыз. Орында ең бірінші айтар керем, айтар қалққа айтарым. Тамақтануыр алдында жеке гигиеналық ережен сақтау керек. Қолды жұғы керек, дұрыстап тұрып, айтып жалу, қылしたды қылал traffic жеткелді. ҚулDa Қырыл алдында жағы, องала айтып жайды жұғы керек өрентлерді. Айтып жағы да олар бол mandай. Андрей склад үйлер енді. Айтып жарушылар. А сколько мифов ходит и легенд о том, как сделать помидоры красными? То есть после вот этих видео хочется лично знать ту курицу, которая вот снесла это яйцо, познакомиться с ней, заключить договор и пусть она вот чисто для тебя. Вот направляющие друзья, это все человеческое. Первое, что если мы получаем свои вещи, то мы получаем свои проекты, мы получаем свои проекты. Я говорю, что у людей другие какие-то пионом, которые живут, My.'" Там filing корот, вы едите несколько ультам и витамин. И если вы売ли в кармане, то всё наличит в кармане. Да, мы в Китании, в Китании, в Китании. Песня. Вообще, вот при выборе даже огурцов, да, вот в спермаркетах сейчас действительно очень много всяких разновидностей, нужно в первую очередь обращаться, конечно, на цвет, на состояние, то есть он не должен быть мягким таким, не должен быть где-то заужен к середине, да, там и так далее. Значит, одним проводились генетически. Я вообще выделяю два вида огурцов, длинные, гладкие и пупырышчатые, да. Тонкие, вот есть супер колючие, я не знаю. Но они, говорят, очень вкусные. Да, и не только говорят, это действительно так и есть, не только и вкусные, но они истинят и полезные. Да, полезные. А вот, в Галамторе, в Турле, Ахпарат Таренды. Зансы жылмен жасал, ага, кукунстер, кулдан жасал, ага, нөсердумейген, он дай кукунстер. Жалпы Галамторуға көп, сене дөмеге бұлсан состаемыз. Біздің өзіміз, кәзіргі, оқын жүрген материалымыз. Да, әріне, оғыз, әлің әуэдің ә Marçoomu. Жын күткен, әлің әй Күвсет мысіздің. Оз ең әлің 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 әліңі әлің әліңде дөйлің әлің 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 бұлсан. А там прям все описано, да? Да, коротко и ясно, как говорится, да, вот вы можете взглянуть. Я буду следовать и попудем. Обязательно. Это основные краткие советы о том, как правильно питаться, и не только питаться, но и как вести гигиену, да, питание. Такие буклеты, брошюры, вот у нас ежемесячно проводятся какие-то декадники, не только посвящены питанию, но и различным другим заболеваниям проводятся акции, где может население у нас, пожалуйста, приобрести совершенно бесплатно, также потом изучить, всей семьей посмотреть, что-то для себя полезное извлечь. Я сейчас 12 принципов начинаю читать. Питание должно быть максимально разнообразным. Предлагают продукты растительного, а не животного происхождения, преобладают хлеб, изделия из дробного зерна, макаронные изделия, рис и картофель формируют основу питания. Овощи и фрукты необходимо употреблять несколько раз в день в количестве более 400 грамм в сутки. Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и натрия употреблять ежедневно. Кисломолочные напитки не менее 200 грамм. Содержание нежирного мяса, рыбы, птицы должно быть не менее 80 грамм в сутки. Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира заменить рыбой, птицей, бобовыми. Содержание жира не должно превышать 30% суточной калорийности. Питание должно содержать, ну и так далее. Ну, вопрос такой вот. Хорошо, разнообразное питание, рыба и так далее. Как можно правильно питаться на 50 тысяч в месяц, имея супругу, допустим, которая не работает, ребенка, который, естественно, требует тоже правильного и здорового питания. И рацион составляет основной, там, я не знаю, лапша, допустим, макароны как раз-таки. Здесь можно, знаете, основываться на пирамиде питания. То есть, пирамида питания основу составляет как раз-таки какие-то крупы, макароны, дальше, далее следуют овощи и фрукты и так далее, и так далее. Но, что хотелось бы сказать, те же самые витамины, например, которые содержатся в апельсинах и в мандаринах, которые сейчас, да, цены заоблачные, те же самые витамины можно в той же капусте, например. То есть, в капусте есть витамин С? Обязательно, конечно. А количество его соизмеримо? Сколько кочанок капусты нужно съесть, чтобы получить? Нет, соизмеримо абсолютно. А сколько же витамина С? Ну, я знаю, насколько, что вот моряки, когда плавали в дальнее путешествие, цинга появилась, недостатка витамина С, капусты не спасало, а вот апельсины как раз-таки помогли. Возможно, тогда капуста так не применялась. Капуста всегда была квашеная и любая, она не портится практически. Мы сами квасим капусту, вот зная, что она полезна. Говорят, кстати, квашеная намного полезнее, да, чем нам? Да, полезно, потому что она, все вот эти микроэлементы и витамины она в себе сохраняет. Если правильно заквасить, то... А я думал, вы мне сейчас скажете, что в макаронах больше витаминов, чем в апельсины. В макаронах хлеб грубого помола, да, оно составляет основу пирамиды питания. 40 процентов. То есть, давайте так, макароны, как сейчас модно, из твердых сортов пшеницы. Жидкие сорта я не видел, честно сказать. Что такое твердые сорта пшеницы? То есть, это второсортные. Даже... Недорогие? Недорогие. Да, хлеб грубого помола, говорят, так же. Отрубной. Ржаной. Второго сорта так же, да. Они более полезны даже, да, чем вот эти дорогие. Рушистые. Рушистые, белые, да, дорогие багеты. Лучше заменить обычным второсортным хлебом, это будет в два раза полезнее. Супер. Вот знаете, британское питание, я вот всегда, мы с маржанскими разговариваем на эту тему, по-моему, самое правильное, потому что у них 5 или 6 раз в день, очень маленькими порциями, два завтрака, обед, five o'clock, ужин, и вот, допустим, тот же ранний завтрак, там, овсянка, да, более позднее яйцо с гренкой, потом обед полноценный, потом чаепитие, там, с кексом или с булочкой с какой-нибудь, и уже потом ужин. Вот насколько это правильно, именно питаться так? Что не вредно, что полезно. Вот, допустим, то же яйцо птицы, оно полезно или желательно исключить? Почему? Оно было испокон веков полезно, конечно, употребление отваренных яиц, да, на завтрак, это всегда полезно, да. Но оно очень калорийное, да, насколько я знаю? Очень калорийное, да, оно может заменить одно яйцо, может даже заменить до 200 грамм мяса. Поэтому его употребляют одно отваренное яйцо на завтрак, например, это будет. Яичница, на брыл, тоже, великолепный мочевец. Яичница, опять же, жареная, да, на масле, лучше всего отварить отварное яйцо, самое то. Одно время было модно с подсолнечного масла, все почему-то перехали, ну, любители и, так скажем, ценители здорового образа жизни перешли на масло оливковое. Насколько оно отличается вообще растительное масло, то есть масло подсолнечника от масла оливкового? Ну, по цене это понятно. Если это стоит, там, 300, 380, 400, то стоит 1300. Это маленько, по-моему. Да, даже, не литровое, даже, а 0,5, допустим. 250. И вот чем оно отличается, насколько ты будешь чувствовать себя бодрее, здоровее и проживешь дольше, если ты перешел на оливковое масло? Оливковое масло, да, оно более щадящее, нежели наше подсолнечное масло, да. Оно проходит больше этапов обработки. Конечно, я ничего не могу сказать, что вот оно, там, вредно так же или еще что-то. Оно действительно хорошее, действительно есть качественное, да, кто умеет выбирать, кто разбирается в этом. Экстра-верджин, верджин. Да, его можно, им можно заправлять свежие салаты, да, использовать вместо майонеза, например, чего не скажешь нашим подсолнечным маслам, да. Но обжаривать так же, что-то дома приготовить, я думаю, что наше подсолнечное масло не уступало. Говорят, что на оливковом жарить нельзя. О, уже такое, да? Да, только салаты. Такое дошло, да. Только салаты. Это давно причем уже известно, что жарить на нем абсолютно нельзя. Это очень вредно. Выделяет вещество, да. Кунбаха с майонокелетом болсак, вот оно делится подсолнечное масло, рафинированное, нерафинированное. Ну да, это с привкусом. Вот полезнее нерафинированное. То есть с запахом. Да, с запахом. Не только здесь, не только можно к маслу это отнести. То есть необработанные сорта риса даже, необработанные сорта вот нерафинированного масла, да, они считаются полезнее, конечно же. Потому что они более сохраняют в себе полезных веществ, микроэлементов, витаминов. Какое, честно, вонючее масло. Хотя оно благосленно пахнет семечкой. Я поедала, я тебя поедала. И иногда вот, когда пропало это масло из обихода, то есть стали покупать рафинированное. Стало модно просто. Да, и все, ой, оно не пахнет, оно классное, оно не закипает, там оно не пенится. И как-то я попробовал опять пожарить что-то на вот этом масле. И мне уже стало неприятно, что запахом не мешает. Нет, а мы добавляем в салат только. Мы на нем не жарим, только в салате. Ну, в салате это да, это супер. Фастфуд. Тема фастфуда, я думаю, сейчас очень актуальна. Он меняется постоянно. Появляются новые франшизы, появляются, обновляются старые, так скажем. Ну, эти клубья, да, нашел джантов? Все знают, что это вредно. Но проходя мимо вот этих вот ресторанчиков, да, там... Очередь. ...невозможно подойти. Ну, давайте мы сейчас поговорим в разрезе таком, что есть фастфуд, который стандартный, да, бургеры, пицца и хот-доги. И не сказать, что фастфуд, вот, у нас очень часто много восточной кухни, именно японской. Суши. Суши, ну, сашими, по-моему, нет, роллы, суши. Вок, лапша вот эта, она вроде пылисовая, да, или там какая-то пшеничная, гречневая, разные есть. Вот сравнить с этим. Вот эта новинка, она, ну, уже, конечно, давно появилась, но вот я еще мнение врачей не слышал по этому поводу. Конечно, здесь есть такое уже мнение, которое испокон веков действует, да, что фастфуд – это вредно. Неоднозначно, с этим не поспоришь, конечно же. Но, тем не менее, наши люди, да, идут и идут. Скажу так, что употребление, частое употребление фастфуда не обязательно... Ну, то есть вот такого не будет, что ты съел и все, упал и умер, все. Или там все, паралич тебя хватит. Постепенно, все, постепенно. Это нужно долго, полномерно разрушать свой организм. Да, и, во-вторых, также у человека это от каждого индивидуально зависит. Если есть какие-то сопутствующие заболевания, например, заболевания ЖКТ со стороны ЖКТ, да. Желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечного тракта, да. То, конечно, и может быть и после первой порции фри, например, стать уже плохо. А если это абсолютно здоровый человек, то уже... После десятой порции он станет не абсолютно здоровым человеком. Идет разрушение, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. А вот суши, суши... Суши, у меня супруга, например, их обожает, и я так иногда могу позволить себе. Приложиться к высокому ипунктному. Обязательно, ее подают же в сыром виде. Вот поэтому здесь, да, и идет... Мне кажется, что у нас она все-таки какого-то посола идет. То есть она не сырая. Потому что лосось, я вот этот вопрос сначала, это самая рыба, в которой много паразитов может быть. И в Японии, когда они там предпочитают тунца, потому что в нем нет, говорят, вообще паразитов. Это вот морская, океанская рыба, которая не дружит с ними вообще, и они с ней не дружат. А лосось они замораживают экстремально, там, до минус 30-40 градусов на несколько дней, на месяц, там, допустим. И потом они уже едят ее сырым. Тунца можно есть сырым, говорят и так. Но я так понимаю, наш лосось, который используют, его же не покупают свежим, он же продается уже соленым, скорее всего. Обязательно. Японские суши от наших суши, да, значительно отличаются, конечно же. У нас в свежем виде она пока, во-первых, дойдет уже, испортится при транспортировке, конечно же... Поэтому мы крабовые палочки используем. Да, какие-то, какого-то засола используют, конечно же. Кальмары, ну, мы креветки, например. Между прочим, это кладезь витаминов в правильно приготовленном варианте. Да, уларды друждай, да, и бэлю кирик. Это каупты бар. Каупты бар, икану баақтан берлетін көптеде. Баурулар көп. Суаған байланысты ол, калай пысырлда. Оны біз көзім жекпейді ол, көмемееміз. Кан жерде нал келді, канда жерде тұрды. Суаған байланысты ол, көмемееміз. Сыаған байланысты ол, көмеміз. Кәптеде көмеміз. Ну и последний вопрос о лапше. лапше быстрого приготовления которые пользуются и употребляют все сейчас их стало так много даже казахстанские какие-то появляются лапши большие пачки с лапшами как писали раньше и вот ну люди тоже постараются иногда там где-то на работе может быть где-то вот иногда прям хочется вспомнить детство купить ласточку заварить а она уже не то вот как быть с лапшой она ну я понимаю что она не полезно не совсем полезно но тем не менее мы скидем суп лапшу да лапша да химиялых затар куб болганды он утром молотар сугерек яны тез пустырлетнен тағамдардан узумызе жұмыстка бар егерде егерде и демен кеп жүрге болотай бау тетес амақтек кана лапша мес тез пустырлады ягодан да басқа бөлік өзіміздің жайында пустыргатым тамақтыр өте көп яғни демен кеп тамақтан жұмыста вақтыңыз болмаса сонда бэ күз сонда ягоджын егін джон лақшыға олылы барина химиял затар күшландықтан оғал�데 өп сонда бе сонда бір жылғы бе сонда 1 лапша которую придумал вот этот япон и японец да она же была просто жарена и обезвожен айтус не просто моду шуу кача кештеге то вот никакой химия там особы не было то что ее сразу же тут же продавали это мы сейчас уже и ухранить мужем фунтчо за деген на кисть петру лера барьера дай паскалин дружбе корея мне нравится классно ноги обракан шалфа пайдала не миссисе на волос то опять же здесь был дэнда умбить минут асток сумел каю брыл где-то минут кана стал грык солсу дать писяк от болк идет вы за дайдут а сидерым пар улден жил там дайдал от здесь сколько знаете не сама фунчоза вредна до сколько вредны заправки к ней потому что в числе я без заправки использую она помощь и безвкусно она безвкусно не могу сказать что вот вот геркулес мы говорим есть овсяные хлопья которые сейчас очень много быстрого приготовления вот этих хлопьев то есть не требует варки залил и на нем кому позже и также пшено яичневая каша вот есть в полиэтиленовых пакетиках которых просто окунаешь в воду кипяток нет варишь варишь где-то минут 7 10-15 по моему это как вот рис анкл бен с пакетиках в пакете когда в прозрачных все они как бы не развариваются они разваливаются да ну очень удобно не вредно ли вот употребляйте такого рода каши конечно же а здесь актуальны все-таки остаются любой врач за то чтобы употреблять все-таки наши каши которые вот мы купили вот вот да который группу до группа обычная до луку и вода я на воде но я часто сейчас встречаю почему-то людей которые не любят молоко не употребляет и выражается так у меня лактоза непереносимость например да такое современное с темой и большого взрыва а потом все таком за сгурит нерва а потом и злобно и на симахом лактоза нет решили присоединиться к нашему си доброго прорези мороза тиму я уже получил ответ ахан вот это ответ я получил спасибо а какой вопрос на твой вопрос только что вот девушка сказала по поводу каши ну и пищи быстрого приготовления все понятно ну рады что помогли спасибо что позвонили янда сонгы сырақ сусындар жайлы самым последний янда разында был тақыры бөте узекты янда тамақтану тақыры бұзоныстан сұрақтар өте пирамиду посмотрите янда айран дейміз я кампот мысалы я оны пысыргенде барлық сол алма үрік алмұрттардың барлық пайдалы дарумендер жойлып кетет арене опысканнан гейн соды ненки сел кейбір даргерлер айтат ол өте пайдалы біздің аз хорту жүйесіне абвала и кексергең куевет мүлі Event кол건 кaksа бұл өпі pergunt knew кошка байдың өте ө facilities келوع өте пан келгрейдегі сайп сөте Daddy олар күстерін кул өте айтар күстерлен күйет өте өте в қríң ауril жоқ-ақ и келпегд virtue кел reasor ол өтümдоны өте келек өте өте көз рақсаны Не, ну укола-то польза есть, она на ныжавчину как очищает. И трубы пробивает. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Ваши пожелания, ваши советы нашим телезрителям еще раз пригласить в Центральный парк на флешмоб. Да, уважаемые телезрители, конечно, мы приглашаем вас. На наше мероприятие, на нашу широкомасштабную акцию, на наш флешмоб, который состоится 6 апреля в Центральном парке. Наша акция состоится в Вахшине. Будет очень интересно. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Кормить не будут, но будут рассказывать, как правильно нужно питаться. У нас такие акции проходят ежемесячно, посвящены разным темам. Поэтому всегда присоединяйтесь к нам, мы будем только рады. Следите за своим здоровьем, правильно питайтесь. Ведь мы есть то, что мы едим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. У нас всегда, когда приходят врачи из Центра ЗОЖ, весьма такие полезные эфиры, очень по полочкам все раскладывают. Я вот прям даже тоже правильно питаться начну, ну, наверное, с понедельника, скорее всего. Спасибо вам огромное, что пришли, было очень интересно. Будем надеяться, что пригласим вас в гости еще, вы к нам придете, потому что тем действительно очень много. Обязательно, мы с радостью. Впереди лето, а это немытые овощи и так далее, то есть есть о чем поговорить. Друзья, не прощаемся с вами. Напомню, продолжается у нас конкурс. Давайте мы, наверное, посмотрим, что у нас там творится за мольбертами. Мы, наверное, эксперимы, не прощаемся. Сурет-Сауды кем не ерунда? Сонда атанам бәрі Сурет-Сауға куштар. Ахмед, Ильяна, что ты рисуешь? Ну, тут есть Байтирек, тут есть Задяк Мала, тут солнце, тут есть люди. Ну, ходишь в какую-нибудь художественную школу или куда-то? Нет, я не хожу в художественную школу, но я хожу на музыку. Музыка помогает рисовать? Не думаю. Не, ну ты когда рисуешь, тебе в тишине проще или какую-нибудь музыку поставить слушать? Ну, проще в тишине. Значит, мы тебе мешаем здесь все, да? Как вам обстановка, атмосфера вот в студии рисовать? Не страшно? Прекрасно. Замечательно. Рахмет. Решклеримыз дауды ланы болған сияқты. Адина, саған қалай, корқынышты емеспек, камерамен жарықтардың ортасында сөйлет салған. Жақ. Ой, хандай, өзет кыздарымыз. Рахмет, олай болса, кыздарымызға бөгет болмайық, сөз кезегі өзерімізде әрптестер. Рахмет қарылғаш. Сәлем Семей Бағдарламасының екінші сағаты басталды. Хымбаты көрірмендер біздің арнамызға жанағана қосылған және бағдарламамызды басынан бастап көріп отыран көрірмендерімізге қайрылы күн тілей отырып, біз бағдарламамыздың екінші сағатына күрістік. Доброе утро, друзья! Мы приветствуем вас в студии нашей программы «Салем Семей» на телеканале «Семей» и это второй час нашей программы. Приветствуем тех, кто смотрел нас в течение первого часа на нашу полезную тему. Мы говорим о традициях вкуса. Ну вот первый час мы решили посвятить проблемам здорового питания и здорового образа жизни. Ну а второй час будем беседовать с вами, дорогие друзья, и друг с другом именно на вкусную тему. То есть мы будем обсуждать еду, о том, как ее готовить, какие кухни, каких народов вы предпочитаете. Может быть, какие-то секреты определенных рецептов. Так что готовьтесь, звоните 53 15 64. Мы милости просим. Этот час мы посвятили вам, друзья. Ну и, конечно же, я напомню, что увидеть нас вы можете не только с экранов телевизоров, но и на сайте www.7etv.kz. Это наш сайт. Там в режиме онлайн все программы прямого эфира выходят в то же самое время. Одновременно, я бы даже сказал. Ну и в разделе «Архив» вы можете посмотреть все программы, которые выходили до этого. Я хамбат курирмендеры. Безбагдар ламамнезда жалгастыра их. Дальказыр. Кюн райна, божамгак лактрик. Прогноз погоды на 5 апреля. Прогнозируют плюс 10, ночью минус 7. Копекты ясно. Днем синоптики прогнозируют плюс 10, ночью минус 6. В Арджаре ясно. Днем плюс 12, ночью минус 1 градус. В Ахсуате ясно. Днем плюс 9, ночью минус 7 градусов. В Аягузе погода также ясно. Днем плюс 12, ночью минус 3. В Семее ясно. Днем температура воздуха плюс 12, ночью минус 5. В Искаменногорске ясно. Днем плюс 13, ночью минус 6 градусов. В Курчатове ясно. Днем синоптики обещают плюс 5, ночью минус 12. Потому что все-таки плюс и плюс довольно большой у нас. Ну это здорово на самом деле. Практически по всему городу уже растаял снег, лед, луж уже практически нет, кое-где остались. В тех местах, где солнца бывает мало, то есть с теневых сторон, ждем, ждем, когда появятся почки, появятся первые листья и трава. И ждем, конечно же, городских субботников. Да, я думаю, что в Коктеме шуа в артистах, то есть в Коктеме жилы шуа, жилы күннің норы. В Коктеме жилы шуа, жилы күннің норы. Без коктемдеримызге ерекше жилы, нор, жақсылық сайлайтыны. Сіз коктемдер Коктем жилы шуақты күнтері көп болған ендейше, біз бағдарламамызды жалға стыраып. Бүгін 5-7-б, 5-ш сауыр, айтулы оқиғалармен танцы болы. Кстати, сегодня, друзья, отмечается Всемирный день супа. Кто не знал, в принципе, это и сподвигло нас эту тему взять. Да, вот это амдер я. Так что да, все супоманы, любители первого... Ты любишь суп? Да, я люблю супы разные. Единственное, только я ни разу не ел крем-суп. А я ела, да. То есть мне кажется, что это либо каша, либо суп. То есть здесь какая-то смесь... Пюре-образный суп. Ну, в принципе, попробовать никогда не мешает. И сделать его не так сложно, на самом деле. Единственное, что нужен блендер. Я. Или блендер. Почему блендер говорят, а не блендер? Я не знаю. В общем, комбайн нужен, чтобы все измельчить до пюрешного состояния. Ну и вот, друзья, так что говорим мы сегодня на кулинарную тему. Ваши любимые блюда, экзотические блюда, которые вы пробовали, самые экзотические блюда. Звоните, будем рады побеседовать. А сейчас, как и сказал Амаржан, расскажем о событиях, которые произошли сегодня в разрезе истории. 1818 год. В Париже барон Карл де Дресс продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения – прообраз велосипеда. Год 1896-й. В Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский прыгун-тройным прыжком Джеймс Конноле. Мы тоже с жерма сэншэжэлэ бурабайщи пажай ашалда. А в 1956 году родился Александр Александрович Бушков, российский писатель, работает в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на историческую тему. 1944-й жылы дәлбігін еркін күрестен халғаралық дәрежедегі спорт шебері Қазақстанның имбексингерген қа жаттық тұрушысы Аманжол Буғыбаев түнеге келді. Год 1971-й. Роллингстоунс образовали собственную фирму грамзаписи «Роллингстоун Рекордс». Знаменитым стал торговый знак этой фирмы. Высунуты язык. В 2016-й жылы Алматыда халға харманы кысыру халғарцы Роза Бағланованың шармашылығына арналған «Ағ Самара Калашыға» директі фильм түсірілді. В 2013-й жыл Астана ғыласының ұлтты ғылымек тапханасында ұлтжауқарлары адты көрме ашылды. Такими событиями запомнился день сегодняшний в истории. А я напомню, что с 26 марта в программе «Салем семей» полным ходом идет конкурс рисунков с юбилеем Астана. Конкурс посвящен 20-летию нашей столицы. И, конечно же, принять участие в нем могут все желающие, кому не исполнилось 20 лет. То есть школьники и студенты с 3-х, с 2-х, с 1-го года, не знаю, как только сможете держать ручку, карандаш или кисть, и до 20 лет. Чтобы принять участие, достаточно позвонить по телефону 53 15 64 или 53 16 03, подать заявку. И в прямом эфире нашей программы участники или участницы рисуют свои шедевры. Конкурс уже подходит к концу. Остался один день, то есть завтрашний день, когда мы будем знакомиться с новыми участниками. Ну а после, естественно, длительный процесс голосования. Причем выбирать победителей будете вы, дорогие друзья. Вы должны будете зайти на наш сайт. Там вы увидите работы наших конкурсантов. И там вы можете отметить понравившуюся вам лучшую работу. Естественно, лучший из лучших получит приз. Главным призом у нас является планшет. Ну а спонсором конкурса является ТОО «Евразия Агрохолдинг». И отдельная благодарность генеральному директору Сайлау Кумаровичу Мукашеву. ТОО «Евразия Агрохолдинг» Салем семей хабарында. Мерей тойнмен Астана атты ел ордамыздың 20 жылдық мерей тойна арналған байқау. Жарияланған болатын 26-шын ауырыздан бастау алған байқауымыз. Жалға суда өз мәресінеде жетіп қалды, ертен соңғы өміткерлеріміз өз бақтарынсына біздің студиямызда өнерлерін ортаға салат. Қылға ұлам шеберлері болаша, қыжас суретшілер, тікелей ферде біздің студиямызда өз өнерлерін көріменге, көрімендерге, және біздерге пааш етуде. Сәлем Семей қабарындағы мерейт ойынмен Астана байқауының баст емешісі Евразия Агрохолдинг жауіп кершілігі шекте өлі серптестігі. Ал бастеректоры мұқашып сайлау қымарылына алғысымыз шексіз басты сайлық планшет және пазымыз осындай тамаша сайлыққа қол жеткізеді. Бар болғаны сіздер, және пазды біз емес құбат көрімендер, сіздер анықтайтын боласыстар. www.semey.tv.se сайтында ұнаған өміткерлеріңізге олардың салған сүреттеріне жұмыстарына өз дауыстарыңызды берулеріңіз қажет, осы дауыстары арқылы біздің және пазымыз анықталатын болады. Біздің байғауымызға құбат көрімендер, өздеріңіз түрелігі етесістер сондықтан асығыңыздар, белсенді болуыңыздар деп алдын аласыстерге ескертейік. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі күннің айдарына кезек бері, баллар әлеміне өніліп, Тамерис атты біздің кішкенді арптесіміздің байдалақ парадына кенестеріне бірге құлақ түрек қанық болайық. Доброе утро! С вами рубрика «Детский мир» и сегодня в студии я, Тамерис Мержан. Принято считать, что братья и сёстры обязательно должны любить друг друга, что один всегда может положиться на другого. Однако в реальность отношения могут задеваться иначе. Поговорим сегодня о том, что делать, если родные братья и сёстры часто ссорятся и даже дерутся. Многие проблемы в отношениях братьев и сестер возникают из-за того, что взрослые нарушают принципы съеблинговых взаимоотношений. Родители должны проявлять уважение к статусу старшего ребёнка. Нельзя смеживать старшего с младшим в одну кучу. Старший совершенно не обязан мячить младшего. Разумеется, он может иногда помогать родителям с малышом, если те его об этом попросят. И за эту помощь родители должны быть благодарны, а не воспринимать её как должное. Если дошкольник мешает школьнику делать уроки, то старший не должен отвоёвывать для себя рабочее пространство. Это ответственность родителей вывезти малыша из комнаты и обеспечить старшему возможность спокойно заниматься. Если дети в семье часто ссорятся, родители должны присмотреться к своим отношениям. Потому что, когда в семейной системе между родителями много напряжения, она спускается к детям. Конфликты между детьми в семье неизбежны. Дети не могут бесконечно любить друг друга. Однако должна существовать строгая и понятная всем система. В каких случаях вы, родители, вмешиваетесь, за что наказываете, а что считаете хотя нежелательным. Но допустимым мелкие стычки, подтасовки и покриквения друг на друга. Но на какие-то действия должен быть введён однозначный запрет. Например, если старший брат вламывает руку младшему и зевается над ним, родителям нельзя этого допускать. Можно сказать в этом случае. Нам очень неприятно, что ты так делаешь. Точно так же и следует остановить и младшего. Если полторагодовалый малыш лезет старшему брату пальцами в глаза, а родители говорят со смехом. Ничего, потерпишь, он же маленький. Это совершенно неправильно. Он не обязан терпеть, потому что в противном случае у него может развиваться агрессия. А это опасно. Когда родители рядом не окажутся, старший возьмёт и ударит маленького. Младшему тоже вовремя нужно говорить, что старшего донимать нельзя. Точно так же, как вы стремитесь подружить нас со сверстниками. Нужно из собственных детей дружить, лепить потихоньку отношения. Например, организовывать общее дело, которое обоим интересно. Научиться говорить о младшем ребёнке так, чтобы не вызывать у старшего ревность или неприязнь. И наоборот, все соревнования братьев и сестёр за успешность – это в конечном счёте. Соревнования за любовь родителей – вот этих-то соревнований как раз в семье и не нужно. Частота ссор напрямую зависит от количества квадратных метров. Если жизненного пространства хватает, конфликтов будет гораздо меньше. Если же площади явно недостаточно, то необходимо стремиться к тому, чтобы у каждого была неприкосновенная личная зона. Пусть и даже совсем небольшая по размеру, хотя бы книжная полка. Но чтобы никто другой ей не пользовался, нужно, чтобы у каждого из детей были личные вещи, которые можно взять только с его разрешения. Необходимо позволять детям отдыхать друг от друга. Не нужно постоянно водить их вместе в гости на одни и те же секции и кружки. Пусть у каждого будет что-то своё, личное, особенное. Очень важно хвалить детей, когда они увлечённо вместе играют, потому что обычно родители начинают реагировать, когда дети подсапались. Сложнее дело обстоит с братьями и сёстрами, у которых возрастная разница лет 10. В этом случае ревность старшему проявляется особенно остро. Ребёнок привык к тому, что он единственный и новый член семьи воспринимается им как конкурент. При этом интересы детей практически не пересекаются. Нет повода для дружеского общения. Тогда родителям надо придумывать для них какие-то роли, организовывать общее дело и, главное, уделять старшему как можно больше личного внимания. Психологи, сталкиваясь с подобными ситуациями, объясняют всё тем, что хотя генетическая связь между братьями и сёстрами существует, они могут быть совершенно разными людьми, которые совершенно по-разному переживают то, что представляется общей жизнью, воспринимая её по-своему. Однако не следует забывать, что какими бы разными людьми вы с братом или сестрой не были, ближе друг к другу у вас никого не было и не будет, разве что собственные дети. Живите мирно и дружно. С вами была рубрика «Детский мир» и я, Танири Смиржан. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok способный выдержать процесс приготовления. При этом в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. А вот как ты думаешь, вот этот суп нужно употреблять? Вот мы любим в очень горячем, вот только он с тылу, жару, в горячем виде мы любим любую еду употреблять. А вот специалисты говорят, что слишком горячую или слишком холодную пищу очень вредно употреблять. Я соглашусь, потому что, ну, во-первых, я не испытываю удовольствия, когда мне обжигает рот, я не чувствую вкуса. Мне кажется, все-таки, что он должен быть горячим умеренно. То есть он должен как бы быть, по крайней мере, как относиться к разряду горячей пищи, но не быть обжигающим. Я, альбетти, я не знаю, не врулым стык тава, мол, бездым, а сказан, взгадаю уйти из янды, а сказан. И, кстати, ты знала, что, оказывается, если ты запиваешь еду, то ты должна запивать ее водой. То есть чай, кофе в процессе приготовления, в процессе потребления пищи нельзя употреблять. Только в воде. И вода должна быть теплой, потому что если ты ешь что-то жирное, запил холодной водой, соответственно, у тебя этот жир там скукоживается, ну, и ничего полезного от этого не будет. Поэтому теплое или что-то вот такое, комнатной температуры, но не ледяное, как вот мыли на холодной воды потом после еды. А чай можно, или десерт с чаем, или кофе можно пить только после получасов. Я, жарца, в шамамен жарца, гатует кенненьги ингана барып, шай не бумаса, кофе, шуге болады, кенканбат көрмендер. Сондықтан, осындай, пайдал кенестер кәзір көптеп, галамтор дада, газет беттеріндеде, журнал беттеріндеде, телетедар дада айтылып жатыр, вар болғаны, өздеріңіздің сол дұрыс тамақтануға деген, сол еттеріңіз болса, болғаны, жалпы, өмірімізді зартатында, жақсы артатында, ден салуымызды да, жақсы артатын осы тамақтану, екендігін ұмытпау керек. Сондықтан, не ғұрлым, пайдалы, күнарлы, тағамдарды жеген дұрыс деп ойлаймын, өзім. Сондықтан, көмірімізді өзім, бойын English. Өмірі өзіңізі өзіміздің! Өмірігін ғаймын үйін ұзы өзіңіздің? никогда не едали блюдо, которое вам действительно запомнилось. И что это за блюдо? В твоей жизни есть такое блюдо, мега экзотическое, которое ты попробовала и поняла, что я такого больше не буду ездить? Странчатина. Во-первых, мне было... Говорят, оно на курицу похоже. Да, очень похоже на куриное мясо. И готовят его, кстати, говорят, как курицу. Но оно жесткое, жесткое. Ну, кролики шустрые, бегают. Да, и поэтому, мне кажется, не знаю, я маленький кусочек только попробовала, все, я потом подумала, что я больше никогда не буду. А было такое блюдо, которое ты когда-то давно-давно попробовала и больше никогда не употребляла? Не потому что не понравилось, а потому что просто не доводилось. Даже вот сейчас я не вспомню. Вот я почему спросил, потому что я вспомнил свое детство, бабушка у меня казачка же запорожская, и она варила галушки. Когда я был маленький, дико не любила это блюдо, потому что я любил фрикадельки, ну это вот фарш с рисом, да, вот он и в супе. А тут куски теста плавают. Мне кажется, ну что это? Мне нравится. Вот я сейчас понимаю, что это вкусно, потому что она варила, естественно, по своему рецепту с того региона, откуда она приехала. Это хутор Кубань, где-то был на границе Донбасса и еще чего-то там, она говорит, что уральские горы, там, потому что шахтерский городок был. И, естественно, это со свинины, это жир, нажористая, как говорят, картошка, лук, морковка и вот эти галушки плавали там. Я выедал всю картошку и сметану, оставляя эти галушки, и бабушка их доедала. Я потом говорю, не вари это блюдо, оно мне весьма не по нраву. Но обожал борщи, которые бабушка варила. То есть они же были не всегда как свекольные, то есть там разные есть подходы. И один раз она сварила, вот обычно борщ получался у нее такой вот красно-оранжевый, и когда добавляешь сметану, он вообще становился оранжевым. А тут она сварила свекольник, вот именно красный. Я его не стал есть, я помню, мне год 4, наверное, было, или 3 даже. И я сел, увидел это, и сказать, это не борщ, развернулся и ушел. Несмотря на то, что она мешала там сметану, еще что-то, нет, я говорю, я не буду. И она мне пришлось жарить отдельно картошку или еще что-то делать. Ну вот галушки я запомнил. Я вспомнила салат, который готовила моя чути, мы ездили к ним в гости. Там мясо индюка, помидоры и, по-моему, мак был. Все это заправлено было сметаной домашней, потому что у них свое хозяйство. Очень вкусно. Мясо индюка холодное. Потому что мясо птицы идеально холодное. Помидоры свои, опять же, со своего сада, мясо и мак, обычный мак. Кулинарный? Очень вкусно, да. Вот этот вкус я никогда не забуду. Я вот сейчас вспомнила. Интересно. Друзья, были ли в вашей жизни такие рецепты, такие блюда, которые вы когда-то попробовали, и сейчас их просто нет, вы их не можете найти, или, может быть, забыли рецепт, или вам просто никто их сейчас не готовит, но они вам запомнились, может быть, своим вкусом, своей оригинальностью. Звоните, будем рады с вами побеседовать, если такие блюда есть. Я еще вспоминаю моя бабушка двоюродная, то есть сестра двоюродная моей бабушки. Она, вот как сейчас пышки продаются, да, круглые вот эти пончики, она делала их из теста, тоже обжаривала в масле, как бы вот эти бублики, они такие мягкие были, вкусные, мне вот тогда запомнилось, я потом бабушку просила, она несколько раз делала, ну, говорит, на них очень много масла уходит, и мороки много, то есть их слепить надо, тесто поставить, замесить, потом вот это все обжарить, и они вредные, к тому же, что все жарятся в масле. Да, все жареное вредно. Да, добра утра. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений вспомнил, далекое-далекое детство. Ну, для меня не такое далекое. Это ты вспоминал, я вспомнил. Ага, слушаем. Это мать варила супы, но они где-то в ссылке были, в тайге болтайской. Вот она там научилась это и делала нам. Мучной суп кто ел? Ух ты! Мучной суп с картофелем. Она получается как кисель, мучной кисель. Ну, вкусно. Ну, в детстве очень вкусно. Очень сытный, как я понял, да? Да, очень сытный. Ну, у нас детей много было, поэтому она там, наверное, научилась и нам делала. И второе, что она еще варила? И это то, что запомнилось. Ну, типа щи. Там картофель, черемша, щавель. Ну, добавляла сметану она. Да, щи – это бесподобное блюдо. Вот это вот то, что в детстве у меня еще вкус до сих пор помню. Особенно мучного супа до сих пор помню. Супер. Спасибо, что поделились. Очень интересно. Я вот вспомнила сейчас лохман, который готовила еще одна наша тетя. Она живет в Усть-Каменогорске и иногда приезжает к нам в гости. Когда она приезжает, мы ее обязательно просим готовить лохман. И вот такой лохман никто не умеет готовить. Она жила по соседству, еще в детстве жила по соседству с уйгурами. А это же, по-моему, уйгурское блюдо, да? С уйгурами. И вот она научилась у них, как правильно его готовить. И вот такой бесподобный лохман никто, кроме нее, вот так не готовит. Супер. А я почему-то вспомнил пончики мясокомбинатовские, которые стоили там 4 копейки в городе и 2 копейки на мясокомбинате, то есть в магазине там. И я до сих пор не могу понять, почему их называют тошнотики. Вот хоть любей, не могу. Я нигде не смог найти в интернете объяснение. Все, все, практически во всех регионах огромного Советского Союза называли их тошнотики. Почему кто-нибудь объяснит, если я буду этому весьма признателен, этому человеку и весьма рад. Я. Потому что у каждого свое было объяснение. Ну, все говорили тошнотики, но почему они так назывались, я не знаю. Ну, вкусные были, правда? Нет, вы те дам до болата. Маржан, такой вопрос. Какие ассоциации у тебя вызывает, например, если я скажу индийская кухня или там мексиканская кухня? Какие блюда на ум приходят и что ты пробовала? Ну, вот индийскую кухню мой дядя постоянно ездил в Индию, и он привозил нам индийские лепешки. Они такие острые, похожи чем-то на лаваш, но чуть полнее, плотнее. Потолще, да. И вот вкус такой очень острый, их невозможно есть просто. Не знаю, они с удовольствием едят. Наверное, да. Да, вот мне почему-то не понравилось. Я попробовав кусочек, отказалась. А вот у меня ассоциация с мексиканской кухней почему-то именно с фастфудом, потому что все вот эти фахита, энчелада, тако, буррито, они все вот завернуты в питы, да, то есть кукурузные или пшеничные лепешки, и они все даются на вынос. То есть тако – это вот конвертик, да, с жареным мясом, там, фасолью, еще чем-то. Энчелада – это тот же тако, только завернутый и не прожаренный, а в духовке, да, допустим, разогретый. Буррито там это тоже сначала прожаренный. Ну, в общем, суть одна. По сути, ингредиенты одни, там, либо курица, и редко очень говядина, кукуруза, фасоль, бобовых очень много у них, маис иногда добавляют, и специи, и чили, конечно, острый перец чили. Добрый, добрый день, доброе утро. Я не постараюсь ответить на вопрос. Про тошнотики. Да, да, да. Да, вот интересно. Понимали, это 50 лет назад. Кто всегда голодный был? Студенты. О, а это 4 копейки стоило. Мы ели ее до тошноты. А, вот как? То есть объедались просто этими курицами? Да, да, да. И еще, в то время баране голову продавались. Без, снимали шкуру, там, без шкуры было в голове. Несмоленые. Ага. Это сытный череп. Сытный череп называли. А это тошнотики так и прозвали. Не знаю, кто прозвал. Спасибо студентам, да, по сути, за это. Да. Спасибо. Спасибо большое, раскрыли тайну. Я вот действительно очень долго думал, ломал голову, потому что, ну, я же не каждый день о пончиках думаю, правильно? А вот как приходится, сразу вспоминаю это слово и думаю, почему так-то? Вкусный продукт, довольно недорогой. Сейчас, конечно, я не могу найти вот именно с тем вкусом, которые были. Но, тем не менее, они попадаются иногда довольно вкусно. Тесто мне там нравился. Оно такой, хррррр. Такое вот было коричневое, такое сухое. Ну, оно мягкое, но оно вот такое с хрустачкой. Казыр, мен, қарылғаш, арптесимызден сұрағым келіп тұр. Харылғаштың сүйікті тағамы ғанда екен, қалай тамақтанады екен, өте сымбатты бізді арптесимыз. Глядя на нее, могу сказать, что человек святым духом питает. Я, менде. Рэхмей. Уху. 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 А самое экзотическое блюдо, какое дело? То, что я попробовала, это, наверное, в Турции ихний чечевичный суп. Оху. Ну, бізді каламызда дайындалатын сұл... Ох, самай. Икені, мен мойымша, ондаға косатын коспалар әртүрлі. Да. Мысалға, біздің жақалы келетіндердің дәмі, ол мен мүлде үлеспейді. Ал, сол жақта жеген тағам, ол біздегі гороховы суп тимыз көп қазыр. Соған дәмі келет, бірақ коспалар он дәмі кішкене өзгертіп тұрат, соңызмен ерекше. Ал, сіздердік кө? Я, біздіңіз баран айтвыткендей. Лағман. Мен сегті тағамам. Жене барлы, менің енем, менің нанам, өте дәмді, вот стейкі сёмге. Она очень вкусно готовит на пару. Стеек. Овощами, вот, очень нравится. Мне, вообще, рыбные блюда, очень люблю. Сонда, сегті тағамдарымыз жалпы көп, бұйте дәмді, дәмді, әр дұстайңдалған тағамдар бұлса, бітті, олар өте пайдала. Но я знаю, что Маржан вообще на кухне богиня в плане кулинарии, в плане кондитерской. То есть, это человек, который обожает делать какие-то тортики, вафельки. То есть, вот, когда мы с ней разговариваем, она всегда, а я попробовала вот это сделать, а я попробовала вот это. То есть, девчонки там просто, наверное, в восторге. Да, им супруг тоже, думаю, наверное, да? Хотя я не думаю, что он сильно любит сладкое, но тем не менее. Да, я... Раз, да, да. А елі а дам болганан кеңіне, де түрлі тагамдардан, да, ол, енді бізді мэнди ііта мэс яхта. Еді тінгалдру, ерекчі бартагаммен, приготавить что-то особенне, что-то вкусненькое, удивить, как-то хочется порадовать своих близких. Поэтому, конечно, приходится изощряться, так сказать. Но я знаю, что и хочу раскрыть секрет, что мой коллега Евгений тоже очень вкусно готовит, очень вкусно, и пробует разные блюда готовить, и у него это очень хорошо получается. Вот, кстати, я же рассказывала, по поводу венчилады, вот я попробовал приготовить, но я нигде не смог найти кукурузную лепешку, и пришлось обходиться армянским лавашом, но это уже немножко не то, конечно. Да, есть еще рисовые лепешки. У нас продаются? А, ну, буду знать. Ну что ж, друзья, наш конкурс подходит к концу, как и наш эфир, и я думаю, что мы сейчас обратимся к нашей соведущей. Расскажешь, как там у нас конкурсантык дела? Да, кыздар, жылыздар на яхтар. Да, Асем Каламыз Астананың 20 жылдығына арналған байқалымыз. Бүгінгі күнгі байқалымыз өзінің мәресіне жетті. Казыр Адина қызымыз өзінің сөреті жайлы айтып персін. Кысқашы? Менің сөретімде, мұнашерде Астанамыздың көркін беріп тұратын бәйтерек тұсалдым. Және де оның қасынақ, және де түрлі әдемі ғимараттар тұсалдым. Және бізге жарық беріп тұратын күнді салдым. Мен бұл сөретті деген жылылық беріп тұратын күнді салған себебім. Мені жылылық беріп тұрат. Адемі де болайым сөретімді, және де көремендерге дәрін айтып. Рахмет, өте адемші қан меніңше сөреттің алқазы. Рахмет адемі. Ильяна, өзіңні сөретін жайлайды бөрсен. У мені в центре расположен бәйтерек, рәдім с ним газон. Тут ізображен восход, тут люди, түрліпаны, вдалі видны дама па бакам. Ну і надпись 20 лет астана. Гэнді ватошаст бүйəп ійді адемші әпті. Я всегда поражаюсь разным стилем, разным подходам, да, вот наших конкурсантов. Кто-то рисует фломастерами и акварелью, кто-то карандашами, кто-то гелевыми ручками. Кто-то гуаші, кто-то акварелью, кто-то акварелью и гуаші. Это, ну, действительно, большое разнообразие такое техник, большое разнообразие подходов. Но всех их объединяет одно. Пай терек! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Две девочки! Две девочки! Это же современная политкорректная картина! Спасибо! 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 Вашу вашу сузгетику! Девчонки! Девчонки! Спасибо! 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 Удачи! Удачи! Спасибо! Спасибо!